Школы для одаренных детей и современный медицинский кластер. Эти проекты на ближайшие годы станут приоритетными для всех уровней власти на Кубани. О реализации важнейших для региона программ сегодня говорили у губернатора. Подобные совещания Вениамин Кондратьев проводит ежемесячно. На столе отчеты с подробными данными по каждому объекту. Школы, детские сады, больницы. Перенос сроков строительства в этих случаях недопустим. Так, например, как в станице Тбилисской, где с 2008 года не могут сдать лечебный корпус центральной районной больницы. Знаете, коллеги, вот я вот смотрю, чисто коммерсанты. У них все достаточно быстро. У них проектируется там за пару месяцев. Потому что строительство спортивных комплексов, где они просто берут, а потом у них надо, правда, выкупать. Но у них достаточно все быстро делается, потому что у них деньги заемные. Деньги работают, они проценты, надо чем быстрее, тем лучше. У нас же все растягивается на года. Почему? То есть, получается, у строительного бизнеса огромный интерес заработать, а у коллег наших чиновников не интереса никакого нет. Потому что ни за что не отвечают и еще ни за что не платят, в том числе. И никакие проценты за то, что деньги лежат в бюджете, никто с них не взымает. На особом контроле строительство медицинского кластера в Краснодаре. В начале следующего года планируют определиться с подрядчиком и заключить контракт на изыскательные работы. Еще один важнейший региональный проект – школа для одаренных детей в краевой столице. На 12 гектарах разместится настоящий кампус на 1100 мест, включая интернат для ребят из районов. Свои двери учебное заведение должно открыть через пару лет. Это уникальный объект. Мы будем проводить работу по отбору детей заблаговременно, заранее, потому что у нас дети заходят в эту школу после пятого класса. Мы должны их всех оттестировать, они пройдут вступительный экзамен в эту школу. Эта школа особенная, школа уникальная. Одно совещание переходит в другое за считанные минуты. Служба протокола меняет таблички с именами и сразу приглашает следующих участников заседания, которые отвечают уже за строительство Центра военно-патриотического воспитания. Масштабный проект, аналогов которому в регионе еще не было. Парк «Патриот» расположится около станицы Старомышастовской. Это первый подобный объект в Южном федеральном округе. Он включает в себя комплекс воздушно-десантной подготовки, собственный скалодром, трассу для мотокросса и многое другое. Полная сдача Центра запланирована на 2022 год. Однако в следующем уже построят часть площадок. Планируется закончить строительство к 9 мая. Это летные составляющие класса и, соответственно, воздушно-десантного комплекса с находящимся рядом автошколой. Строительство парка «Патриот» – это реальный шаг в сторону по-настоящему патриотического воспитания молодежи. По-настоящему патриотического воспитания. Чтобы мы не просто призывали и призывами пытались сделать из них патриотов. Мы должны создать условия, чтобы мы формировали, растили патриотов из наших мальчишек и девчонок. Но для этого нам нужно место. И вот парк «Патриот» – да, именно такое место. 150 гектаров, взлетно-посадочная полоса, полигоны. Все необходимо для того, чтобы они проходили основы начальной военной подготовки. В основном это, конечно, для будущих защитников Отечества. Вот для этого мы сегодня с вами строим парк «Патриот». В первую очередь парк «Патриот» рассчитан на школьников и студентов. Молодежной инфраструктуре в Краснодарском крае сейчас, в принципе, уделяется много внимания. В следующем году должны приступить к строительству центров единоборств сразу в 14 районах. До февраля месяца проектно-осметная документация должна быть готова. Еще раз подчеркиваю, здесь и ответственность глав муниципальных образований, Андрей Сергеевич, и ваша. Вы заинтересант, министр спорта края. Все коллеги – это техническое сопровождение. Поэтому если идет сбой, значит просто жмите кнопку с тревогой, тревожную кнопку, я быстро на нее отреагирую. Но к февралю месяца 14 проектов с этой документацией должны быть в полной боевой готовности, как говорится. Уже готовы к применению вот этих проектов, готовы к применению. И в марте мы приступаем к строительству. В 14 муниципальных образований центра спортивных единоборств. Деньги есть, желание есть, воля есть. Теперь покажите профессионализм. Чтобы выстроить систему, был разработан план мероприятий, который предусматривает строительство во всех муниципальных образованиях 44 муниципальных образований центров единоборств до 2023 года. Все поручения губернатора сразу внесли в протокол и зарегистрировали в управление контроля. А значит, за любые сбои по приоритетным региональным проектам отвечать будут конкретные чиновники.